Во вторник Соединенные Штаты объявили об уголовных обвинениях против высших руководителей террористической организации «Хамас» за их роль в планировании, поддержке и совершении смертоносного нападения 7 октября на юге Израиля. Обвинения против Яхьи Синвара, руководителя группировки боевиков и как минимум пяти других, обвиняют в организации теракта 7 октября, в результате которого погибло 1200 человек, в том числе более 40 американцев. Это нападение спровоцировало израильский военный ответ в секторе Газа. Теракт был финансирован со стороны правительства Ирана, а также поддержкой со стороны Хизбаллы. Его возглавляли усилия «Хамас» по разрушению государства Израиль и убийство мирных жителей в поддержку этой цели, заявил генеральный прокурор США Мэри Гарлан. В жалобе названы шестеро обвиняемых, трое из которых уже скончались. Живыми обвиняемыми являются Синвар, который, как полагают, скрывается в секторе Газа, Халет Машаль, проживающий в Дохе и возглавляющий офис группы по работе с диаспорой, и Али Барак, высокопоставленный чиновник Хамас, базирующийся в Ливане. Погибшими обвиняемыми являются бывший лидер Хамаса Исмаил Хания, который, по словам группировки, был убит в июле в Тегеране, начальник военного подразделения Мохаммед Дейв, который, по информации из Израиля, убили в результате июльского авиаудара, и Марван Исса, заместитель военного командующего, которого, по словам Израиля, убили в результате мартовского удара. Иран обвинил Израиль в смерти Хани, и израильские официальные лица не взяли на себя ответственность. Прокуратура США выдвинула обвинение против шестерых мужчин в феврале, но держала жалобы в тайне в надежде поймать Ханию. Министерство юстиции США решило обнародовать обвинение после его смерти. Продолжение следует...